Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы её сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты. Поехали! С возвращением в GTA 5, призраки, с вами, как всегда, Гост. И сегодня мы снова отправимся охотиться на нового древнего великана в GTA 5. Ну что ж, ребят, уже прошло примерно полгода с нашей последней охоты на великана, которая прошла очень удачно. Мы истребили ещё одного огромного монстра в Лос-Антосе, и вот спустя полгода мне стало известно о новых происшествиях, которые могут быть связаны как раз таки с появлением нового великана. Ну что ж, призраки, в самом начале этого ролика, перед тем, как мы отправимся, не забудьте проверить, прожат ли у вас уже лайкос. Обязательно, ребята, поставьте его, если хотите увидеть продолжение. Само собой, те, кто ещё не вступил в семью призраков, подписывайтесь на канал, вступайте в неё и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. Ну что ж, давайте будем с вами уже потихонечку отправляться. Вы пока что там готовьте вкусненький чёчек, кофеёчек, берите самые вкусные вкусняшки, чтобы было смотреть намного интереснее. Отправляемся мы с вами сегодня вот примерно в эту местность, да, вот у меня как раз тут стоит метка, давайте до туда мы с вами и поедем. Ну а пока что, рассказывайте в комментариях, как у вас дела, что нового происходит, чем занимаетесь, как у вас вообще настроение, чувствуется ли, что скоро Новый Год? Да, ребята, как у вас всё новогоднее настроение? Я вот честно уже жду, не дождусь, для того, чтобы хорошенько отдохнуть, отпраздновать, ну короче, как всегда. Да, кстати, чем будешь заниматься вообще на Новый Год, какие у тебя планы? Напиши в комментариях обязательно, я вот, например, поеду в сад отдыхать. Да, попарюсь в банке, короче, зимой будет очень круто, я думаю. Сегодня тоже решил в GTA-шке сделать снег, почему-то прям захотелось. Кстати, ребята, как вам предложение? Вот уже до Нового Года осталось, ну, чуть больше недели. Как думаете, если, например, на это время мы с вами сделаем, чтобы в GTA-шке был постоянно снег, это будет хорошая идея? Или же вам нравится, когда солнечно, тепло, как обычно? Я вот думаю, было бы прикольно, наверное, покататься сейчас зимой в Лос-Антосе. Это очень необычно и крайне редко происходит. Я в прошлый год такое же делал, в позапрошлый, всего, по-моему, 2-3 раза за всё время, что я снимаю моды в GTA 5, я ставил зиму. Так что, если вы хотите, ребята, давайте вот эти полторы недели мы с вами поиграем зимой в GTA. Ещё погодка прям такая классная. Лежит снежок и при этом достаточно солнечно. По-моему, самая лучшая погода зимой. Не очень люблю, когда падает снег, особенно если его много. Но вот если чуть-чуть и на улице тепло, то ещё, в принципе, можно. Но всё равно такая погода мне нравится больше всего. Так, мы с вами уже приехали на место. Давайте тут осматриваться потихоньку. Я предлагаю, наверное, начать с этой местности. Хотя, честно говоря, ребята, я не думаю, что здесь мы найдём хоть какие-то знаки, поскольку здесь очень много людей. Как вы помните, великаны стараются обитать в тех местах, где людей-то не очень немного. Они вылавливают там случайных жертв, либо животных, которых после этого просто пожирают. Поэтому пройдем здесь. Тут как раз достаточно укромное местечко. И надо уже начинать смотреть в оба. Если, ребята, что-то странное заметите, пишите обязательно в комментариях, потому что я могу просмотреть какие-нибудь зацепки. Их может быть очень много. Понятно, что я не всегда могу заметить всё сам. Давайте выйдем к одному из самых главных мест в этой локации. Конечно же, вода. Здесь у нас проходит небольшая речушка. Если великан здесь и обитает, то наверняка он получает воду как раз-таки отсюда. Поэтому он может быть где-то на водопое. Ну да ладно, его вроде нету. Я знаю, ребята, что там чуть дальше у нас произошла небольшая авария. Мы до неё сейчас доедем, как раз-таки посмотрим. Я думаю, это будет ключевое место, откуда мы с вами сможем уже отследить великана. По горячим следам. Но, блин, это не отменяет того, что может появиться сейчас здесь в любой момент. Тем более, тут такие густые деревья, что я практически ничего не вижу. Ну, есть небольшая местность, которую можно просмотреть. Но если смотреть куда-то вглубь, то всё теряется. Потому что всё белое в деревьях. Короче, очень тяжёлое место для того, чтобы искать великана. Нужно будет ещё перебраться на другую сторону. Оу, мы с вами доехали до первого места. Я думаю, там тоже можно будет отыскать какие-нибудь зацепки. Ну что ж, давайте начинать. Вот и первая зацепочка. Посмотрите, как у нас здесь обвалилась скала. Такое чувство, что кто-то ударил по этому дереву, понятно, но из-за этого у нас начало падать. Ударилась в скалу и просто открошила от неё кусок. Это, ребята, очень странно. Ни одно природное явление не смогло бы уронить такое гигантское дерево. И уж тем более с такой силой, чтобы отвалилась часть скалы. Сейчас здесь проводят как раз-таки работы по устранению всей этой неприятности. Но мы с вами проедем дальше сейчас и увидим ещё кое-что интересное. Вот тут тоже, кстати, кусок скалы у нас отвалился. Какие-то чуваки. Я так понимаю, что уже люди занимаются поиском того, кто бы это мог натворить. Да, скорее всего. Посмотрите, держат карту в руках, что-то воду изучают. Ну да, понятно, короче. Понятно. Вы тоже, да, сыщики паранормального? Или про сыщики великанов? Окей, чуваки. Я бы на вашем месте лучше отсюда сваливал. Потому что если вы увидите великана, то уже будет не дошу. Так я думаю, все вы побежите туда, откуда пришли. А вот и следующее место. Мост. Давайте посмотрим, что у нас произошло здесь. Потому что тут тоже есть небольшая авария. Сейчас здесь уже устраняют последствия. Короче, этот мост частично обвалился. Вот, например, здесь еще пару камней. Видно, что их не убрали. Ах, пытается все это дело сейчас быстренько разобрать всю эту аварию. Видите? Пригнали сюда все. Вон там, кстати, снизу что-то валяется. Ага. Да, ребята, частично обвалился у нас тут мост. Сверху его там тоже подделывают. А, блин, Тревор! Тревор! Аккуратно! Блин! Уч! В холоднющую воду! Вот дурак! Тревор! Ты сейчас замерзнешь, блин! Какого фига? Окей, мы сейчас сами можем как раз все это рассмотреть снизу. Только здесь уже почти все устранили. Я даже не думаю, что получится хоть что-то отыскать. Блин, как забираться наверх-то теперь? Тут такой сильный склон, что... Фиг я вообще заберусь хоть как-то. Ладно, придется сейчас проходить где-то по этой стороне. Нет, так. Это что у нас? Это корова? Ребята. А вот мы с вами и нашли первый след великана. Ну, за исключением тех поломок. Как вы помните, великаны очень любят питаться всякой дичью. Особенно кровами. Я не знаю, с чем это связано, но именно их они употребляют в пищу чаще всего. Это очень хороший знак. Значит, здесь он действительно проходил и не просто так тут что-то разрушилось. Мост обвалился как раз-таки по его вине. Ладненько. Окей. Значит, давайте проходить дальше. Будем смотреть внимательно. Теперь прям надо смотреть очень-очень внимательно. Потому что начинаются как раз-таки следы вторая корова, ребята. И теперь я на сто процентов уверен, что здесь был великан. Это... Йетти? Чего, блин? Ребят, мы сейчас с вами можем стать свидетелями. Йетти, которые обитают в этих местах. Я же говорил, подобные монстры любят приходить на водопой. Но не переживайте, это не тот монстр, которого мы с вами ищем сегодня. А, его уже спалил тут кто-то первым, да? Челики высматривают Йетти, которые там стоят на водопое. Да-да, они тут есть. В Лос-Антосе их много, парни. Давайте только аккуратно, а то если он сейчас отреагирует на вашу вспышку, вам будет очень плохо. Но, блин, вы посмотрите, как же это круто. Какая все-таки крутая флора и фауна в GTA 5. Столько всего можно обнаружить, если просто поискать. Чё-то я, походу, рифмами заговорил уже. Ладно, предлагаю разворачиваться и ехать обратно. Здесь ничего интересного, я думаю, мы больше не отыщем. Блин, чуть зайчушку не задавил. Давай прыгай отсюда. Мешает с вами тут под колесами. Ну всё, теперь остаётся только перебраться на ту сторону. И посмотреть, что же интересного мы сможем отыскать там. Конечно, мёртвые коровы в этой местности, это практически 100% вероятность того, что здесь был великан. Но, с учётом тех особенностей, которые тут ещё произошли, я уверен, уже даже на 200%. Но давайте ещё посмотрим, что же у нас можно обнаружить здесь. Блин, эй, мужик остановись на минуту, бегает. Ам... Окей, я понял, чувак. Хорошо, я объеду с этой стороны. Так, а чё это тут было такое? Ну, ребят, ещё какая-то авария, что ли? Вот о ней я не слышал. Давайте попробуем сейчас остановиться и маленько прогуляться. Так, я не буду мешать, если что, вашему расследованию. Извините, я пробегусь так, посмотрю чуть-чуть. А то у меня тут есть ещё и своё расследование. Стоит машина пожарная. Скорая помощь. Ох! Нифига себе! А почему самолёт упал? Офигеть, если он пролетал очень низко над землёй, есть вероятность того, что его просто мог скинуть великан. Просто подпрыгнуть, ударить и всё. Самолёт упал. Но тогда ему нужно было лететь достаточно низко. Куда он мог направляться? Давайте подумаем. Так, что у нас тут? Ребят, он либо мог заходить на посадку вот куда-то в сторону этого аэропорта. То есть уже снижаться вот как раз-таки здесь. Либо он собирался пролететь вот так вот сюда и приземлиться на военной базе. Что это за самолёт был, мы с вами уже не узнаем. Но следы указывают на то, что здесь что-то очень огромное. То, что могло совершить все эти происшествия. Так, ладно, давайте отсюда сваливать, пока на меня не наехали полицейские. Усаживаться в тачку и проезжать дальше. Блин, чем дальше, тем интереснее. Вообще, ребята, нравятся ли вам вот такие вот ролики, где мы с вами занимаемся именно расследованием какого-то происшествия, какого-то задания. Мне вот они очень нравятся. Прям такой детективчик получается, блин. Ну, тут прям понятно, короче. Откуда был совершён этот прыжок для того, чтобы скинуть самолёт, да? Ну, вот он. Как раз-таки на этом месте я и думаю, что приземлился великам после прыжка. И, конечно же, отсюда также подпрыгнул. Офигеть, блин. Как же это классно. Давайте попробуем вглубь уже заехать, а то мы всё по дороге едем. Всё-таки самое интересное мы с вами нашли в прошлый раз в глубине. Когда спустились, случайно просто упали со скалы вниз. И я тут так подумал, если великам вдруг окажется с белой шерстью, то нам будет заметить его очень тяжело. Прям максимально тяжело, потому что здесь всё белое. На этом фоне он будет просто сливаться. Так, ребята, я нашёл ещё одну корову. Хорошо, прям по горячим следам едем. Вот ещё одна. Отличненько. Так, там ещё одна. Чего, блин? Так, Ламба, живи, пожалуйста. Хорошо. Так, ещё одна корова. Офигеть! Мы всё ближе и ближе, получается. Так, и здесь ещё одна. Хорошо. Он прям тут где-то проходил. Вон, поваленные там ещё деревья были. Как же тяжело только тут проезжать. Я не представляю, как вообще великан здесь пробирался. Но вот так и пробирался, что валил каждое дерево, которое стояло у него на пути. Давай, полный привод! Хорошо. Ху, хорошо, что я взял всё-таки такую тачку. Я думал именно гелик, урус или что-нибудь такое спортивное взять. Но хорошо, что я взял всё-таки урус. Военные? Погоди, а правительство уже что-то знает? Походу, ребята, мы с вами тут не одни. Охотимся за великаном. Но желательно бы его первым найти, потому что я хочу, ребята, сделать это в одного. Не хочу, чтобы военные опередили меня и просто закончили всё это задание быстрее меня. Ладно, хорошо. Я думаю, ребята, что пора бы проезжать там ещё глубже. Мы с вами практически полностью осмотрели все эти места. Но давайте проедем вот туда, ближе к горе. Я знаю, что подобные места очень сильно любят великаны и... Ай, эти снежные человеки и прочие существа. Так, ещё одна интересная зацепка. Уничтоженная машина. Есть вероятность, что её как раз-таки уничтожил великан и просто скинул вот сюда, чтобы её никто не заметил. Хорошо. Давайте проезжать дальше. Блин, ребята, я уже прям... Чувствую, как мы выезжаем на нужный след. Так, ещё одна корова. Хорошо. Блин, надо осматриваться повнимательнее, потому что... Ещё одна корова! Ещё! Так, хорошо, ребята, едем, едем. Продолжаем мы 100% на нужном пути. Так, там нет дороги? Вроде нет. Нам сюда, значит. Да, всё правильно. Офигеть, блин! Сколько их здесь? Надо смотреть обязательно на горы, потому что может быть в любом месте. Так, аккуратненько. Блин, не застревай, Ламба, давай вперёд! Чего? Сразу же пять штук в одном месте! Я такое видел в прошлый раз. Когда мы были очень близко к логову великана. Ситуация повторяется, что ли? Да ну! Блин, мы реально, ребята, с вами уже очень близко такое чувство. Кстати, погоди, мне кажется или нет? Ну-ка, давайте посмотрим сейчас кое-что. О! Ребята, это останки как раз-таки животных. Их не очень хорошо видно из-за снега, который выпал недавно. Но если присмотреться внимательно, то их можно заметить. Так, ещё коровы. Ламба, всё, оставайся здесь. Я, пожалуй, так пройдусь. Есть реально такое чувство, что мы очень близко. На каждой из этих скал может быть пещера великана. В которой он как раз-таки и находится. Хотя там дальше ещё уходит дорога вот туда. Небольшое ущелье, поэтому... Ё-моё, блин! Тревор Тревор, беги, блин, сюда! Тихо! Офигеть! Он здесь, вот его логово! Это ущелье есть, его логово дальше не нужно ехать. Как же хорошо, что я бросил тачку сейчас там. Блин! Ладно, хорошо. Ребят, ну что ж, мы с вами отыскали нового великана. Посмотрите, какой он уродливый просто. Жесть! Он всё это время стоял тут сверху и наблюдал за тем, что происходит в этом лесу, где он натворил дел. Вы просто понимаете? Я же говорил, тяжело будет заметить великана из-за такого огромного количества разной растительности. Но хорошо, что хоть он с негом не сливается. Он такого цвета, как бы, различимого. Так, ладно, ребята, у меня есть лишь одна идея, как можно его попробовать уничтожить. Сейчас я просто постараюсь подойти к нему поближе. Это, ребята, реально не цена идея. Постараюсь подойти к нему поближе, закидать бомбы липучки. И когда он застанется врасплох, мы просто от него свалим. Просто, ребята, на ламбе проедем вот туда дальше, в ущелье. И сродимся с ним где-нибудь на открытом пространстве. Здесь будет очень опасно, потому что он будет скрываться как раз-таки во всех этих местах. Это идеальные для него условия. Блин! Какой же он громкий, вонючий и гигантский. Так, лови. Вот так, хорошо. Тихо, блин. И поворачивайся, главное. Побольше бомб липучек. Давай еще. Вот так, отлично. Ребята, побольше ему бомб липучек надо накидать. Вот так вот, лови туда. Так, еще пять штук. И все, я валю отсюда. Пять штук и хватит. Давай, 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 давай. Вот, отлично. Все, ребята. Так же аккуратненько уходим. Ничего не заметил. Все, быстрее к ламбе. Все, теперь выезжаем на ламбе. Гоним быстрее в ущелье. И все, давай, взрыв. На счет три. Один, два, три. Взрываем нафиг. Хорошо. Ребята, он нас заметил сто процентов. Теперь ведем его как можно дальше отсюда. Какая же, блин, здесь неудобная местность. Если я реально с ним решил драться, все-таки здесь я бы сто процентов проиграл. Он бы меня куда-нибудь вниз кинул. Я бы там разбился нафиг. Все, ребят, гоним просто по этому краю. Я надеюсь, что он меня не догонит. Он догоняет меня. Я уже слышу. Да, ребята. Вон он. Все, он вышел за нами. Вот черт. Он именно за мной гонится. Он запомнил желтую машину. Ему не понравилось то, что я с ним сделал. Давай, давай, давай. Едь сюда. Блин, ребят, можно уже тут, в принципе, с ним драться. Блин, я что знаки дал? Вомбы липучки? Так, хорошо. Ладно, ребят, попробуем его подорвать. Если он прыгнет на бомбу липучку, попробуем еще разорвать его. ОМОНовец! Ты что, дурак? Я случайно тебя забил? Зачем ты передо мной выходишь прямо? Ну ладно, все, пофиг, военные пусть помогают. Они там тоже его выслеживали. Давайте, ОМОНовцы, военные, все нападайте на него. Блин, он куда сваливает? Пытается убежать. Эй, чуваки! Вы мне помогать собрались или драться со мной? Давайте! Все вместе, блин! Он убегает! Черт, ребята, мы не должны упустить его. Стой! Ох, ребята, он просто бежит вперед. Он сейчас может уйти под воду просто и скрыться от нас. Нет! Не уходи! Давайте, вертики, догоняйте его быстрее! Капец, он просто очень хитрый. Он понял, что нас здесь больше и решил скрываться. Он в воду уходит! Нет же, стой, блин! Ты что? Что он творит? Получай, блин! Капец, как же он странно плавает. Ребята, обстреливаем его. Вот так, отлично! Что? Мне за ним плыть, что ли, придется? Офигеть! У меня первый раз такой, ребята! Он просто взял и ушел под воду. Так, ладно, хорошо, нужно найти что-нибудь, иначе можно будет гнаться за ним. Отлично, в погоню! Я только его уже не вижу! Где он? Он уже мог на другую сторону, блин, переплыть. Или уйти куда-нибудь под воду, где его точно не заметить. Так, вертику отстреляет там. Давай, 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 и, пожалуйста, будь тут! Где он? Он под водой! Так, ладно, сейчас будем его выкуривать, короче. Берем, берем что-нибудь бомбы. Бомбы, липучки или гранаты, точно. Гранаты даже получше будет. Давайте их возьмем. Просто закидаем туда вниз. Получай, блин! Он прям под нами где-то! Что за жесть вообще? Так, лови, лови, лови! Давай, выныривай оттуда! Хватит там кричать под водой! Вперед, блин! Давай, всплывай уже! Почти всплыл, ребята! Почти смогли! Так, хорошо! Оп! Пытается уже от взрывов уклониться. Давай, блин! Ха-ха! Что за водный великан, ребята! Вы просто посмотрите на это задание! Какое же оно прикольное! Такого еще ни разу у меня не было, серьезно! Как же это круто! Получай! Зря ты в воду полез, дружище! Мы тебя тут в воде и достанем! Окей, он решил все-таки, видимо, выйти на сушу, да, как я понимаю! Ну, давай, хорошо, на сушу с тобой подеремся! Так будет даже поудобнее, я думаю! Хотя он так опаснее, скорее всего, будет! Давай, великан! Лови гранаты! Закидываем его, продолжаем! Ему очень не нравятся взрывы гранат, как я заметил! Он прямо от них шарахается! На, лови туда! Офигеть, блин, как мы с вертолетом его, ребята, просто фигачим! Что с ним происходит? Ай-яй-яй! Он сейчас просто может... Ребята, все, он вышел! Он вышел на сушу! Куда он провалился? Вертик, иди нафиг отсюда! Ауч! Что это был за маневр такой? Офига, он прям своим попой на меня приземлился! Он обратно пошел! А, он хочет мою лодку забрать, да? Оставь ее и степить под воду решишь уйти, как я тебя буду ловить! Предлагаю сейчас попробовать РПГ! Блин, он меня начинает расталкивать! Походу, все, ребята, ему надоело защищаться, он решил нападать! Так, хорошо, хорошо, хорошо! Берем гранатомет! Отходим, блин! Да хватит уже! Офигеть, как он больно бьет, если честно! Так, поднимает вертик! Ну ничего, сейчас мы его постреляем с вами! Блин, с РПГ-хи намного дольше, конечно, выстрелы летят! Давай, вот так вот! На, нафиг! Ребята, все! Мы его положили! А, жесть, какое у него стрёмное лицо, конечно! Ну и ну! Ребят, ну что ж! Успешное задание! Еще нам в копилочку! Новый великан уничтожен! Вертик, спасибо! Но ты, конечно, получаешь за то, чтобы я там пострелял пару раз! Блин, какое же классное все-таки задание, ребята, получилось! Я надеюсь, что оно вам понравилось! Кстати, вроде ролик получился достаточно долгим! Хочу вас спросить, нравятся ли вам такие долгие серии! Потому что большинство из вас, конечно же, пишут о том, чтобы я делал ролики как можно длиннее по хронометражу! Там, знаете, 20 минут! Там даже кто-то просит 30 минут! Ну, это вообще жесть, по-моему! Но если вы, ребята, хотите, я буду стараться, конечно же, выпускать для вас вот подобные видео! Ну что ж, призраки, если хотите увидеть следующую часть, где мы также поохотимся на великанов в GTA 5, не забудьте поставить лайкос под этим роликом прямо сейчас! Обязательно подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик! С вами, как всегда, был я, Жека Гост! Всем удачи и до скорых-скорых встреч! Пока-пока-пока! Пока!